друзья привет всем в прошлом видео я вам показывал как создавать простые линейные иконочки и вкратце затронул тему про иконки для актуального в инстаграм сегодня хотел бы чуть более широко рассмотреть эту тему на примере вот он мы есть тренерский аккаунт в инстаграме lexbody ссылочку оставлю в описании кому интересно и вот на примере вот этих вот иконок какие-нибудь две три из них сейчас при вас я нарисую давайте например пусть будет тренировки клиенты и давайте рецепты вот такая вот симпатичная шапочка повара итак заходим в наш иллюстратор создаем новый документ размер я обычно делаю так здесь мы выставляем пиксели размер обычно делают 1080 на 1080 в принципе этого хватает можно две тысячи на две тысячи как как душе угодно но не лучше не меньше чем 1000 на 1000 так цвета rgb 300 точек на дюйм создать ждем пока иллюстратор подумает у меня не самый быстрый компьютер к сожалению пока еще вот видите как бывает так еще раз тренировки клиенты рецепты сейчас мы нарисуем так вот он додумался наконец-то итак первая иконка тренировки такая вот перевернутая гантель тут все просто можно сначала сделать так выключаем обводку будем рисовать формами ну кое-где конечно будем все равно использовать обводку но пока что будем рисовать заливки так выбираем пока что черную можно пока нарисовать на белом фоне потом поменять цвета рисуем прямоугольник который у нас будет имитировать вот эту ручку гантели горизонтальный прямоугольник рисуем так на глаз пусть будет какой-нибудь вот такой кстати можно было это сделать и обводки вот переключаем обводку кстати переключать обводку заливку вот такие вот стрелочки здесь раз сейчас обводка черная заливка черная обводки нет и наоборот на клавишах это shift x shift x а ну давайте покажу как это выглядело бы обводкой с нарисовали линию и толщину поставили например 50 мало пунктов 100 пунктов вот пожалуйста обводкой такой же прямоугольник просто в конце главное его не забыть разобрать превратить в заливку оставим нашу заливочку теперь изобразим блины гантели можно взять этот же прямоугольник в принципе можно нарисовать новый переворачиваем его помните да я в предыдущем видео показывал подводим к одному из углов чтобы появился вот такой вот маркер стрелочек зажимаем shift и переворачиваем на нужный нам угол без шифта он будет вот всякие разные углы делать а зажатым shift он будет через 45 градусов шагать вот до прямого угла делаем до вертикали теперь надо выровнять их по центрам чтобы не было вот так вот примеру выделяем этот прямоугольник выделяем горизонтальный заходим в панель выравнивания можно окно выравнивания вот и нажимаем вертикальное выравнивание по центру с и они относительно друг друга выравнились а забыл сказать что выделили их и выделяем тот прямоугольник относительно которого будем выравнивать. Все, нажимаем, они выравниваются. Так, прямоугольник-то нам надо уменьшить. А, не забыл сказать, выделяем прямоугольник, наводим на одну из сторон и просто тянем вниз, пока не появится вот такая вот стрелочка и тянем вниз. Тут все просто. Пусть будет где-то так. И еще раз выделяем второй прямоугольник, еще раз по нему кликаем, нажимаем вертикальное выравнивание. Пожалуйста, вот, выравнивался. И создадим еще один блинчик, у нас их тут по два. Тоже на глазочек отодвигаем. Вон, кстати, вот иллюстратор здесь автоматически выставляет одинаковое расстояние. Сейчас покажу, как это делать в принципе. Еще уменьшаем и выравниваем относительно этого прямоугольника. Так, ну, расстояние, наверное, надо немного уменьшить. Вот как раз сейчас и покажу. Выделяем все наши объекты, между которыми нам надо выставить расстояние. И в панели выравнивания, окно выравнивания, есть вот такая вот кнопочка распределения с равными интервалами по горизонтали. Нажимаем ее. Сейчас он тут, я даже не знаю, сколько задал. Выделяем тот прямоугольник, относительно которого нам нужно выставить это расстояние. Пусть будет вот этот вот. И задаем. Пусть будет 50 пикселей. Ага. Вот. 50 пикселей. Многовато. Задаем. Пусть будет 20 пикселей. И нажимаем эту кнопочку. Раз. И вот он. Теперь 20 пикселей у нас между этими прямоугольниками. 20 пикселей между этими прямоугольниками. Вот он подровнял. Так, ну я думаю, надо ручку немножечко покороче сделать. Так, чисто визуально. Теперь выделяем два вертикальных прямоугольника. Через зажатую клавишу Alt мы их копируем. Нажимаем правую кнопочку мыши, не снимая выделения. Нажимаем трансформировать. Зеркальное отражение. И вертикальная, вертикальная ось. Через вертикальную ось. Нажимаем ОК. И вот наши прямоугольники отразились. Теперь нужно их также выровнять. Поскольку там по 20 пикселей. Остаются эти у нас выделенными. Через Shift выделяем наш горизонтальный прямоугольник, относительно которого мы выставляли, выравнивали. Еще раз на него кликаем. Вот здесь уже автоматически 20 пикселей стоит. И нажимаем снова эту кнопочку. Пожалуйста. Везде по 20 пикселей. Так. Ну, по пропорциям мне не совсем нравится. Сейчас мы немножечко эти блинчики сделаем повыше. И снова выровняем по нашей рукоятке. Все. Я думаю, нормальная гантелька. Теперь мы все это выделяем. Нажимаем Ctrl G. Ну, либо объект. Где у нас сгруппировать? Вот. Сгруппировать. Чтобы это все у нас было единой группой. Перетаскивание. Чтобы оно все перетаскивалось вместе. Центрируем по нашему артборду. И оно у нас здесь повернуто. Через зажатую клавишу Shift поворачиваем на 45 градусов. Вот она наша гантелька готова. Так. Немножечко мы ее уменьшаем. Так как нам нужно вписать в круг. Помните, да? Кстати, уже можно сделать ее белой. Выделяем ее. Кликаем дважды на заливочку. На заливку. И делаем белой. Сейчас пока она сливается с артбордом. Вот она беленькая. Но это не проблема. Теперь надо сделать черный фон. Можно сразу проверить, впишется ли в круг, сделав черный круг из центра. Alt Shift. Он у нас исходит из центра. Перетащить его вниз под нашу гантельку. Вот она наша гантелька вписывается в круг. То есть вот этот круг как раз и будет у нас в Инстаграме создан автоматически. Можно оставить так. Он обрежется все равно по кругу. Можно сделать прямоугольник. Фон в виде прямоугольника. Все равно он сделает нам круг. Вот она наша первая иконка готова. Я бы все-таки немножечко ее увеличил. Все просто и легко. Так. Вторая иконка. Что там у нас? Клиенты. Он здесь будет посложнее немножечко. Так. Нажимаем инструмент монтажная область. Можно нажать здесь плюсик он создаст новую. Вторую монтажную область. Можно через Alt перетащить. Если нам некоторые объекты с этого артборда нужны. Вот как в моем случае, например, фон. Удаляем нашу гантельку и рисуем человечков наших. Так. Выбираем инструмент Ellipse. Будем рисовать головы человечков. Но он вызывается клавишей L английской на клавиатуре. И рисуем какую-то голову. Ну пусть будет вот такая вот. Теперь нужно создать тело человечка. Одного из человечков. Выбираем инструмент. Инструмент прямоугольник. Он же вызывается клавишей M. M Михаил. Так. Рисуем некий прямоугольничек. Пусть будет какой-то вот такой. Немного его можно удлинить. И немножечко поднять повыше. Можно клавишей стрелочкой вверх на клавиатуре. Можно мышкой потаскать туда нужно. Можно клавишей вверх с зажатым шифтом. Будет он перемещать по 10 пикселей. Так будет быстрее. Так. И у нас немножко тело заужено к низу. Это делается следующим образом. Выбираем наш прямоугольник. Выбираем стрелочку белого цвета. Которое прямое выделение. То есть сначала выделяем черной стрелкой. Потом выбираем белую стрелочку. Либо нажимаем клавишу A на клавиатуре A английская. И вот эти две точки нам нужно сделать уже. Выбираем одну из них. Белой стрелочкой напоминаю. Из зажатой клавишей shift нажимаем стрелочку вправо. Сдвигаем на некоторое количество пикселей. Ну пусть будет на 30 пикселей. Теперь то же самое делаем с правой стороны. Белой стрелкой выделяем точку. И через зажатой клавишей shift три раза кликаем по стрелочке влево. На 30 пикселей сдвигаем. Но в принципе пойдет. Чуть-чуть голову наверное повыше все таки сделаем. Как тут у нас. А плечи пошире. Ну да это же инстаграм фитнес тренера. Надо плечи сделать пошире. То же самое. Выбираем нашу уже не прямоугольник, а нашу трапецию. Черной стрелочкой нажимаем клавишу A. Белой стрелочкой выбираем точку и сдвигаем. Пусть будет на 20 пикселей. С зажатым шифтом кликаем два раза. И то же самое с правой. С правым плечом shift и два раза по стрелочке вправо. По клавише со стрелкой вправо. Надеюсь понятно изъясняюсь. Так. И там еще по моему у нас углы немного скруглены. Да? Непонятно. В принципе можно немного скруглить углы. Хотя здесь они прямые. Чтобы были более-менее в одном стиле. Ладно. Не будем скруглять углы. Но напомню как это делается. Выбираем фигуру. Снова выбираем белую стрелочку и тянем за углы. Все просто и легко. Так. И надо еще двух других сзади стоящих создать. Мы это группируем. Выделяем нашу трапецию. Выделяем наш эллипс. Жмем Ctrl G либо объект сгруппировать. Помните, да? Все. Теперь это у нас единая группа. Через Alt копируем. Уменьшаем. Так. Помещаем за нашего человечка переднего. И немножко сдвигаем покучнее. Вот так на глаз примерно. Угу. Так. Сейчас покажу как сделать, чтобы вот здесь вот не сливалось. Копируем еще одного человечка. Теперь чтобы они стояли симметрично относительно нашего первого человечка и относительно центра артборда. Мы группируем их двоих. Выделяем двоих задних человечков. Нажимаем Ctrl G либо объект сгруппировать. Выбираем нашего переднего человечка. Нажимаем по нему еще раз. Идем опять в панель выравнивания. Либо окно выравнивания. И нажимаем горизонтальное выравнивание по центру. Все. Теперь вот эта группа, состоящая из двух человечков, симметрично стоит относительно нашего переднего человечка. Так. Теперь нужно отделить черным цветом его от сзади стоящих, ребят. Так. В целом, наверное, надо вообще поменьше все это сделать. Вот так примерно. Да? Да. Сейчас еще потом кругом проверим. А здесь как отделить? Здесь все просто. Мы берем черный цвет. Выбираем инструмент ERO. Клавиша P на клавиатуре. И делаем следующее. Просто рисуем как бы вот этот уголок плеча. Только немного побольше. С зажатым шифтом ведем перо, чтобы оно у нас было строго горизонтальной линией. Нажимаем. И под некоторым углом ведем вниз. Все. Обрисовываем эту форму и помещаем ее под переднего человечка. Вот таким образом он у нас отделился. Но пока здесь все криво-косо. также через белую стрелочку мы выравниваем на глаз. Вот это один способ. Сейчас покажу второй. Он не всегда точен, не всегда идеален, но весьма прост. То есть на глазочек мы подравниваем. Вот у нас отделился. В принципе, для иконок актуального сториз этого достаточно. Они там небольшого размера. Никто там никаких неровностей не заметит. Но можно сделать проще. Нет, не знаю, проще или не проще. Можно сделать по-другому. Этого человечка можно разгруппировать. Либо, чтобы зайти в группу и редактировать элементы отдельно, вы нажимаете дважды по этой группе и попадаете в окно редактирования каждого элемента в этой группе отдельно. Вот. Но я все-таки предлагаю для наглядности его разгруппировать. Выбираем нашу трапецию и делаем ей некоторую черную обводку. То есть идем в обводку. Два раза ее нажимаем. Выбираем черный цвет. Окей. Все равно белым стал. Так, черный цвет мне нужен. Вот. И задаем ей толщину. Пусть будет... Пусть будет... 7 пикселей. Но сейчас видите, да, она у нас расширяется в обе стороны относительно центра. То есть и в эту сторону, и в эту сторону. То есть он немного начинает заходить на тело нашего человечка. Помните, я в прошлом видео, кто его смотрел, показывал, как сделать так, чтобы обводка уходила за эту линию, либо во внутрь этой линии. Мы идем в панель оформления. Ну, окно оформления. Также можно его вызвать. Вот. Идем в обводку нашу. И выбираем здесь либо внутрь линии, но он тогда будет... Обводка тогда будет заходить на тело человечка. Либо снаружи линии. Вот это наш вариант. И, кстати, надо скруглить углы, наверное. Так. Убираем эту панель, отдаляем и смотрим, что у нас получилось. Ну, в принципе, смотрибельно. Но все-таки начать скруглить углы, я, наверное, это сделал зря. Пусть будет острые углы, да? Ой, господи. Вызвал программу планшета. Случайно. Вот. Как-то так выглядит наша вторая иконочка. Можно все это теперь сгруппировать. А, так как у нас здесь использована обводка, нужно ее разобрать. Объект. Разобрать. Оформление. Объект. Разобрать. Все это группируем и центрируем относительно артборда нашего. Вот таким образом. Еще немного, наверное, надо пониже опустить все-таки и немножко уменьшить. А, да, и проверить надо кружком какого-нибудь цвета. Выбираем круг. Из центра его создаем. Плюс-минус равняется. И смотрим, что у нас получилось. Вписывается, вписывается. Все. Значит, в Инстаграме будет отображаться нормально в нашем круге. Дальше давайте сделаем вот такую вот шапочку повара. Так. Также копируем артборд. Ой. Копируем артборд, я сказал. Удаляем наших человечков. Так, что там у нас? Ага. Все просто и легко. Выбираем белый цвет нашей заливки, вызываем прямоугольник клавишей М либо нажав соответствующую кнопку и рисуем, скажем так, тело нашей поварской шапки. Ну вот, примерно так, наверное, да? Угу. А, оно у нас вон как. Так. Немножечко снизу мы его уменьшаем. Копируем прямоугольник на некотором расстоянии. Пусть будет, как здесь с гантелей, пусть будет 20 пикселей. Сейчас покажу. Принцип тот же, как мы нажимали вот эту кнопку, только жмем кнопку распределения с равными интервалами по вертикали. Здесь уже стоит 20 пикселей, и вот он выставляется на 20 пикселей. Нижний прямоугольник уменьшаем. Это у нас вот эта вот часть нашей шапки. Уменьшаем его на глаз примерно. Так, пусть будет. Да? Нет, еще надо немного уменьшить. Еще немного уменьшим. Угу. Мне нравится. Так. И теперь нужно нарисовать вот это вот закругление наверху шапочки. Выбираем инструмент Ellipse либо клавишей либо соответствующей кнопкой. С зажатым идем в угол нашей шапки. С зажатым альтом и шифтом рисуем из центра один прямоугольник. Примерно. Ой, прямоугольник. Один эллипс на глаз. С зажатым альтом копируем его на край. На правый край нашей шапки. И с зажатым альтом также ведем в центр шапочки. Так, средний круг у нас немного выше, чем эти два. Выбираем его и с зажатым шифтом нажимаем клавишу вверх несколько раз. Ну, либо также с зажатым шифтом можно потаскать мышкой. Так будет быстрее. Так. И я предлагаю, я предлагаю сделать средний немного побольше. Потяну. Ой, это слишком много. Вот таким образом. Ну, в принципе, что-то, что-то похоже на шапку повара. Я бы еще, наверное, вот этот прям эллипс немного подвигал на 20 пикселей, например, вовнутрь. Во, вот так похоже больше. Угу. Теперь выбираем пиро клавишей пи либо нажав соответствующую кнопку. Выбираем здесь обводочку, делаем ее черным цветом. Нам нужно сделать сейчас вот эти вот элементы. Такие, типа складки, что-ли, я не знаю. Пиром из центра ведем наверх, снизу вверх. Это очень важно. Я сейчас объясню, почему. Делаем эту обводку толще. Пусть, наверное, 20 пикселей и будет. И вот здесь вот есть такая стрелочка вниз. Профиль переменной ширины называется. Нажимаем эту стрелку. И вот здесь вот различные профили нашей обводки, скажем так. Выбираем вот такой вот профиль. Нажимаем его и, видите, наша линия превратилась в такой вот заостренный элемент. И снизу вверх мы рисовали именно для того, чтобы у нас верхняя часть была острая. То есть если мы рисуем, допустим, снизу вверх, делаем 20 пикселей, к примеру, и опять выбираем наш профиль ширины, у нас нижний, нижний конец становится острым. То есть та часть этой обводки, которую мы нажали последней, то есть здесь мы нажали первый раз, здесь мы нажали второй раз. Она и становится острой. Вот нажимаем, она становится заостренной. Поэтому я сказал, что снизу вверх. Теперь их у нас три. Копируем на какое-то расстояние на глаз и укорачиваем немного. Копируем. И теперь нужно вот эти две отцентровать относительно центра. Я это делаю вот так. Группируем через Ctrl G, выбираем среднюю и нажимаем выровнять. Горизонтально выравниваем по центру. Все, вот наши складочки готовы. Обязательно не забыть обводку разобрать объект, разобрать оформление, объект разобрать. Вот наша шапочка готова. Тоже надо ее немного меньше сделать. Группируем Ctrl G и немножко уменьшаем, потяну за соответствующий маркер. Тоже центрируем относительно артборда. И вот наши три иконки актуального готовы. Теперь их можно спокойно экспортировать в JPEG. Помните, да, как файл экспорт сохранить для браузеров. Формат JPEG, качество выбирайте максимальное. Здесь 100% ставьте. И нажимаете сохранить. Все сохраняется в JPEG. Закидываете в телефон, либо сразу с компа. Сейчас можно это делать уже с компьютера. И оформляете своей актуальной. Вот по такому принципу. Все просто и легко. Основные формы у нас здесь прямоугольники и эллипсы. Немного обводки. Вот. В общем, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok